Слушай, ну в 90-е же годы такие люди, они управляли не только людьми, они, да, они управляли большими потоками людей, и в том числе, я считаю, что было много аферистов в политике, в бизнесе. Это, в принципе, вот было время аферистов. Ты согласен с этим? Гайдар Чубайс. Ну, я бы не сказала, кстати, что они аферисты. Мне кажется, что просто люди, которые... Они были резидентами. Ну, можно так сказать, да. Ну, где сейчас Чубайс? Фельдбюмовым стал? Мне кажется, что Чубайс сейчас в Израиле, но уже не уверен. Фельдбюмон. Фельдбюмон. Вот в интернете, я считал. Ну, мне кажется, это какие-то тоже фейки. Да, злопахатели, да? А ты считаешь, мы азиаты? А кто мы еще? Ну, мне кажется, ты точно европейский уже человек, и я тоже. А я поговорю про то, что... И ты же был самым европейским тогда, в этом была твоя фишка. Я сейчас говорю... Ничего себе, чеченец, а при этом такой европеец. Это же в этом было круто. Спасибо. А сейчас... Мне торсит, и это меня еще мотивирует больше. Я тебя люблю еще больше. А теперь, как бы, все повернулось в другую сторону, и мы все смотрим на вас. Нет, я говорил так, почему я сейчас живой и не за решеткой? Потому что я жил по Ленину. Я был членом Коммунистической партии Советского Союза. Десять лет по убеждению. Я никогда в государственной азартной игры не играл. Я всегда, я слушал рекламу телевизора налоговой полиции. А зачем ты пошел к кандидатам в президенты? Подожди, как ты лишь не играл. Заплатите налоги, спите спокойно. Как не играл? В президенты зачем? Продолжение следует...